итак мы продолжаем сшивать нет не сшивать обшивать наша роль сейчас сейчас я буду уже сшивать кусочки кожи которые уже добросовестно наметил раскрою приготовил итак вот наши куски кожи уже подготовлены к шитью вот теперь нам надо прошить их в круг то есть чтобы собственно говоря получилась сама деталь кожаная ну вот после чего мы все это будем уже клеить итак запускаем двигатель господа попытаюсь одной рукой прошить это очень неудобно оказывался неудобно неудобно это видите видите чем грозит если сшивать одной рукой то есть нижняя нижняя кожа у нас выдвинулась вперед то есть я сшил сейчас не не совос не ровно вот такой перекос получился поэтому сшивать нужно двумя руками что я собственно говоря сейчас и буду делать итак вот мы сшили вот такую вот несуразную штуку вернем сейчас вот у нас получили получились такие скажем отделение отделением кожи перфорированной и гладкой это собственно говоря уже и есть наша кожаная составляющая руля теперь берем непосредственно сам руль и начинаем одевать все детище нет не начинаем одевать начинаем подрезать вот эти вот швы так чтобы они у нас четко спрятались борозды которые мы вчера прорезали на самом руле много здесь не нужно обрезать надо всегда смотреть по самому рулю конечно же нельзя отрезать слишком много чтобы нитка имела за что держаться если вы отрежете допустим там от саму нитку там оставите миллиметр кожи не будет она держаться я вам скажу так все четыре шва но надо обработать чтобы она вам потом не мешала если не обрезать тогда может оказаться что прорези на самом руле недостаточно глубокие и все равно будет выбирать какой-нибудь бугорочек это уже естественно отразится на красоте изделия я имею ввиду на красоте руля вы можете задаться вопросом а чем бы сразу не сушить так чтобы потом не обрезать типа оставить от срезов кожи там 0 5 миллиметра и прошить я вам скажу иногда можно иногда нельзя нельзя вот в данном случае нельзя из-за вот этой вот дырявой кожи потому что сейчас надо было строчку вложить четко по отверстиям чтобы нет нить проходила по отверстиям если вы если бы мы сшивали не по отверстиям тогда был бы такой эффект что в одном месте нитка пробила плотный кусок кожи во втором она просто тупо попала в этот в отверстие и все так было бы некрасиво поверьте я ни один руль уже сделал я тоже допускал ошибки можно сказать учился на этом сам и могу из личного опыта сказать что лучше все таки отверстием сшивать ну что ж вот мы подрезали наши срез и дальше начинаем надевать надевать чехол на руль значит берем руль и берем наш чехол начинаем отталкиваться от одного шва зафиксировали и натягивая кожу хорошо натягивая кожу ведем до следующего шва есть фиксируем снова и ведем до следующего шва смотрите что у нас образовалась одна часть руля уже одета нижняя все еще нет и кажется кажется как будто бы маловато нет не маловато как раз все хорошо и мы большими пальцами подвернем под изделие натягиваем как можем и ворачиваем об на из ворачиваем материал до щелчка но и естественно поправляем где у нас еще не зашло поправляем натягиваем тяжелая работаем скажу если кому кажется что легко или типа воду как у меня допустим люди задают вопросы типа сами а сколько у тебя там уходит времени чтобы руль обшить два дня почему я так говорю потому что быстрее по крайней мере у меня не может получаться потому как я даю кожи время стать на свое место улечься это мне кажется необходимо для того чтобы получить как можно более яркий результат процесс это трудоемкий не всегда легкий ну в общем то вот изнаночная сторона руля это у нас получается основная сторона руля по ней мы будем ориентироваться у нас здесь один край кожи ровный то есть четко ровный такой без всяких там лохмутей по вот этой стороне мы будем уже намечать одну сторону оплетки то есть ее приклеивать и она у нас уже основная со второй стороны у нас выглядит так как будто бы гранатой разорвало ничего страшного все это потом будет обрезаться проклеиваться проворачиваться и обрезаться ну в общем вот наша рулежка уже готова практически к проклейке так мы сейчас будем проклеивать ее я еще намечу намечу линию у которой он будет проходить середина итак итак что я дальше буду делать дальше прокладываю кожу на середину на середину руля буду надо добавить идеал итак берем наш клей и как можно глубже как можно дальше стараемся нанести клея на сам руль попутно конечно же у нас кусок кожи тоже впитывает этот клей и нужный момент когда он начнет высыхать это все у нас четко склеится будет красиво и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здесь я потом распарываю немного нитку и связываю ее в той точке, где должны швы сходиться для более прочного соединения. Оставляем себе запасы на подвороты всякие. Тоже это все плотненько проклеиваем. С этой стороны предстоит сделать то же самое. Вот так это в данном моменте выглядит. Ну и скоро вы увидите уже полностью обклеенный руль и готовый к прошивке. Вот рулежка уже проклеена, все уже вырезано и готова к обшитию. Теперь нам надо определиться с какого шва начать. И нанести разметку, которая нам не даст накосячить, чтобы шов был четкий и красивый. Что ж, я определился с какого шва буду начинать. Я хочу прострочить, точнее прошить вот эту вот, вот эту линию. Буду начинать с нее и поэтому с нее и начинаю разметку. Разметка нужна для того, чтобы мы не накосячили на шве. И ее можно делать на глаз, без всяких вымерений, без всяких замеров. Но если у вас глазомер более или менее хорошо развит. Если же нет, тогда меряйте. Потому как ошибиться можно легко. Что насчет ручки, которые я намечаю. Это обычная гелевая ручка. Очень хорошо подходит для этих целей. Она легко смывается. И легко наносится. Вообще идеальный вариант для вот таких вот занятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, приступим к прошить ее. Иголочки берем специальную. Обычная иголка для штопания носков нам не подойдет. Потому как она недостаточно острая. И имеет неподходящую форму для наших целей. Вот я сейчас шью швом, который называется елочка. Красивый шов. Один из самых простых и эффективных. В общем, мой любимый шов. И я стараюсь шить только этим швом. Он более подходящий для этого. Очень удачливый. Удачный шов, я так скажу. Немножко подтянем. Подправим и прошиваем дальше. Можно корректировать. Надо включить сверху. Мы можем корректировать уже самой иголкой эти наметки. Если, допустим, где-нибудь нам не нравится, наметка мы увидели, что она, ну, немножечко криво. Взяли и обошли иголкой немножко левее или правее, в зависимости от того, где вы хотите проткнуть. Не забываем стягивать и расправлять материал. Может показаться, что это все быстро происходит. Но я вам скажу, нет. Нет, не быстро. Это все трудоемко. Надо хорошо время так потратить, чтобы обшить руль. У меня на это уходит где-то полтора дня, примерно. Потому как приходится хорошенько так поиграться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот наша рулевка уже готовая все сделано все приготовлено отправки отправки к получению вот так вот в общем такая симпатичная аккуратненько получилась эту лёшко да еще короче это не еще ручка переключения тут перешли такая мелкая работа в типах как бонусом пойдет на на очереди у меня перешить и сиденье из парка с парков уже даже немножко выкрою элементов здесь получается ситуацию коту такая которая вам говорил владелец захотел попробовать сам сделать увидел что получается шляпах вообще получает нихера не получается вот ну и потом решил все таки дать в руки человеку который в этом шарит вот такие вот чудесы вот что ждет дальше поршнях надеюсь вам понравилось это видео если видео вам зашло ставьте лайк если не зашло не ставьте лайк все просто ну и по традиции всем пока пока лайк Продолжение следует...